Радио Камчатка. Гость в студиях. Гость в студиях. Не отпускает нас пацанская тема. И сегодня будем рассказывать вам о новой схеме мошенников, которые буквально предлагают от пацанов стать авторитетами и дают слово пацана, что станут все богатыми и будет много денег. И разбираться будем вместе с нашим гостем. Это Костюченко Вадим Анатольевич, начальник отдела безопасности Краевого отделения Банка России по Камчатскому краю. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это такое у нас появилось, почему камчатцам мошенники дают слово пацана и обещают буквально прибыль в миллионы. Ну, казалось бы, где сериалы, где мошенники, да? То есть мы, я на прошлом, когда мы встречались в конце декабря, говорил, что мошенники держат нос по ветру и смотрят, где какие есть инфоповоды, под которые можно подстроиться и выманить деньги у наших доверчивых граждан. Ну да, посмотрели сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». И мошенники тут же предлагают свою новую схему – обменять в эквиваленте примерно 10 долларов на пацанские токены, особый вид криптовалюты, который якобы растет на 25% даже не в год, а вот в день. И чтобы взлет этой валюты якобы был круче, а денег и прибыли было больше, необходимо привлекать, как они советуют, как можно больше родственников, друзей, знакомых. То есть налицо явные признаки чего? Финансовой пирамиды. Правильно, все мы грамотные уже это понимаем. И этот сайт специально сделан в таком виде, что якобы это имеет какое-то отношение к этому сериалу, что эти основатели дают слово пацана, что вот эти токены пацанские, они вырастут потом в цене, вы будете богатыми и счастливыми. Но, естественно, как мы понимаем, всякая пирамида заканчивается ровно в тот момент, когда новых участников уже нельзя привлечь. Пирамида рассыпается, и в прибыли остаются только те, кто находится на вершине этой самой пирамиды. Естественно, никуда эти деньги не вкладываются, несмотря на какие-то обещания, ничего не происходит, кроме того, как вы расстаетесь со своими деньгами. И что, вот призываем камчатцев, что не поддаваться ни на какие вот эти обещания, посылы, призывы, участвовать в Ченасовых пирамидах. Проверять все финансовые организации, только финансовые организации могут привлекать деньги граждан, но организации, которые имеют лицензию Банка России, где ее можно проверить? На сайте Банка России в специальном разделе. Если вы увидите, что там лицензия у банка или у финансовой организации есть, можно ей доверять. Есть еще один список на сайте Банка России, это в финансовых организациях с признаками нелегальных или имеющих признаки финансовой пирамиды. Если вы увидите вот эту организацию в этом списке, то вы скорее, даже не скорее всего, а вы наверняка потеряете свои деньги, отдав их мошенников. Еще у нас есть законодательное право, что банки могут блокировать как раз вот эти организации, которые находятся в этом списке, чтобы они не могли облапушить наших доверчивых граждан. Будьте бдительны, не доверяйте никому, проверяйте на сайте Банка России все эти финансовые организации. Оказывается, даже слово пацана может солгать, то есть не надо доверчиво верить, что 10 долларов вносишь и потом 20. Это минимум, да, а слово пацана, как мы знаем из фильма, оно по сути-то ничего не значит. И все закончили плохо в этом фильме, так что и здесь это все можно закончиться плохо. Мне вообще кажется, что здесь сильно не угадали с выбором первоисточники, надо было брать слово Серкана Балата. Он бы, во-первых, привлек гораздо больше инвесторов, ну и желание, чтобы Серкан постучался в твою дверь, я думаю, стало бы потрясающей рекламной кампанией. Да, кстати, вот знаешь, я уже такая задумалась о том, что а вдруг какой-нибудь моей подружке постучался бы Серкан Балат, но на самом деле страшно, что мошенники у нас так идут в ногу со временем. Вот буквально недавно мы разговаривали о том, что меняют рубли, мошенники ходят по квартирам и предлагают обменять деньги на новые рубли, взамен дают фальшивки. А вот сейчас посмотрели сериал и решили, что, о, а может быть будем давать слово пацана под честные проценты, скажем так? Вообще отменять рубли на слово пацана, это потрясающий курс вообще, ребята гении. Скажите, пожалуйста, я же правильно понимаю, что когда все это схлопнется, то вернуть свои деньги ты не сможешь никаким образом, правильно? Никаким образом, потому что на сайте, конечно, никаких адресов, каких-то данных нету, то есть даже если вы обратитесь в полицию, вы отдали деньги куда-то непонятно вообще куда, куда-то отдали его в недра интернет, положили на криптокошельки, которые анонимные, ну это все, это пропали деньги на самом деле. То есть даже когда Центробанк, допустим, заблокирует эту организацию, назовем ее так, то с их активами уже сделать ничего будет нельзя, потому что все это децентрализовано и все. Тут даже, скорее всего, и организации-то нету, потому что люди будут находиться в разных частях света, и это какое-то, может быть, сборище просто мошенников, которые организовались, сделали сайт и привлекают деньги. Даже, может быть, и не организации, Банк России тут практически бессильны что-то сделать вместе с правоохранительными органами. То есть вот я и говорю, не поддавайтесь ни на какие призывы вкладываться в какие-то очень доходные 25% в день, ну это вообще фантастика, нереально. Я говорю, сохраните деньги в сберегательной кассе. А вообще верят, да, у нас люди тому, что бесплатный сыр есть в мышеловке, положишь 10 рублей, а завтра станешь миллионером? Если б не верили, мошенников бы не было. Они есть, схемы придумывают, значит, кто-то бы на эту удочку попадается. Все верят в чудо, все верят, вот это такая форма веры в Деда Мороза, мне кажется, что вот теперь Дед Мороз сидит в Телеграм-каналах и скидывает ссылки на криптокошельки, и Дед Мороз принесет подарки в виде больших процентов. Но, увы, ах, к сожалению, Дед Мороз, он приходит, мы четко знаем, когда, в какой день, и он приносит подарки вполне себе физические, которые можно потрогать. Так что будьте внимательны, друзья, не поддавайтесь на провокации. Но, тем не менее, есть, да, инвестиционные такие компании, которые действительно приумножают доход. Это надо также посмотреть на сайте Банка России, выбрать себе правильную организацию и вложить туда деньги. Да, должна быть обязательно лицензия, а если вы видите, что лицензии нет, то сразу смотрите вот в тот список, который организация с признаками нелегальных или финансовых пирамид. Все будет хорошо. Так что, если вдруг решили поиграть на бирже, можно, да, назвать это биржей или это другой уже? Нет, это не биржа. Поиграть с инвестициями, то, пожалуйста, проверьте, сохраните свои деньги, потому что иначе останетесь ни с чем. Правильно. Ну и какой совет можно дать еще раз камчатцам, в очередной раз, да, напомнить о том, что не верить ни пацанам, ни мошенникам? Прежде чем вкладывать деньги, себя остановите, дайте себе паузу, лучше в несколько дней, посмотрите, что это, посмотрите в интернете какие-нибудь отзывы, ну просто вбейте в поисковую строку и посмотрите, что она, ваш запрос выдастся. Если, ну, вы видите, что отзывы негативные или эта компания только что появилась, тем более, если там списки они есть, ну, это все, никому верить нельзя. А мы продолжаем дальше, в гостях у нас был Владимир Вадим Анатольевич Костюченко, начальник отдела безопасности отделения Банка России по Камчатскому краю. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Гость в студии на радио Камчатка.